Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Алла Есеновна, здравствуйте. Впереди нас ожидают три выходных дня. Эта информация прозвучала для атеистов. Пасхи. Будем говорить прямо сейчас о светлом празднике Пасхи. С несколько иной стороны поговорим о библейской археологии. У нас в гостях профессор Юрий Маслов. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Прежде чем начнем разговор, напомню нашим телезрителям. У нас открыты линии для голосования. Сегодня спрашиваем вас о следующем. К чему приведет переименование АТО на Донбассе? Три варианта ответов. Миру и еще большему конфликту ничего не изменится. Юрий, для многих людей это религиозный праздник. Для многих людей это нечто большее, чем просто религия. Это нечто, из чего они сами состоят. Это духовность какая-то внутренняя. Для ученого, что нас ожидает воскресенье? Ну, в любом случае, для абсолютного большинства христиан Пасха это праздник праздников и торжество торжеств, как говорит Григорий Погозлов. И поскольку абсолютное большинство верующих в мире, они принадлежат глобальной христианской конфессии, то, соответственно, именно Пасха является тем самым центральным и кульминационным моментом всего богослужебного года, который празднуют христиане всего мира. В общем, только на этом дне, только на этом чуде и зиждется все христианство. Собственно, как иудаизм, да? Ну, в иудаизме Пейсах или Писха на Арамейском – это тоже самый великий праздник, но все-таки он посвящен немножко другим событиям. Иудейская Пасха посвящена освобождению евреев из египетского плена. И Иисус тоже праздновал Ветхозаветную Пасху. Но, естественно, в христианской традиции Пасха посвящается празднованию воскресения Иисуса Христа. Мы с вами до эфира много говорили о библейской археологии, которая открыла много нового за последнее время для христианского мира. О чем идет речь? Ну, это совершенно удивительная наука. И действительно, конец XIX века и особенно весь XX век и начало XXI века было знаменовано целым рядом удивительных археологических открытий. Не секрет, что Святая Земля, в силу того, что концентрировано там находятся святыни и христианства, и иудаизма, и ислама, является, ну, наверное, самым желанным объектом исследований для археологов всего мира. Они щедро спонсируются. Кстати, вопрос кем? Ну, и различные религиозные институты, университеты. Ну, вот, например, последнее археологическое открытие – это реставрация храма гроба Господнего, который был основан еще святым, равноапостольным греческой традицией императором Константином на месте Голгофа и на месте гробницы Иисуса. Вот, собственно, впервые Кувуклия, там, где находится гробница, с 1555 года она была вскрыта, были подняты две мраморные плиты, и было исследовано то самое ложе, на котором покоился тридневный Иисус. Каковы результаты этого исследования? Они все-таки подтверждают то, что написано в Новом Завете? Они удивительные исследования, потому что существовали гипотезы, что храм гроба Господнего, он видоизменялся, потому что сама по себе топография храма, она действительно менялась. В силу статуса КВО существуют различные пределы, и было такое предположение, что гробница Иисуса, она находилась не там. И вот после того, как была поднята одна плита, а потом осколки второй мраморной плиты, то там действительно под ними оказалась подлинная известняковая ложа, то есть самой гробницы, которая принадлежала Иосифу Римофейскому, в которой, собственно, находился Иисус. Причем она была нетронутая, и она стационарна непосредственно в самом фундаменте храма. Все-таки это подтверждает то, что написано в Новом Завете? Ну и плюс, вы знаете, если уже говорить о XX веке, то можно сказать, например, о кумранских рукописях, которые кардинально усилили наше представление о библейском тексте, потому что в этих текстах мы впервые получили одни из самых древних свитков, которые подтверждают, например, подлинность Ветхого Завета, на который ссылается Новый. Отдельно с вами говорили о таком символе христианской веры, как крест. Были найдены подтверждения. Да, действительно, в середине XX века и атеистическая полемика, и натиск отдельных новосозданных сект строился на том, что при том, что церковь знает крест как орудие спасения еще со времен своего основания, со времен первых апостолов, то с точки зрения археологических достижений критики христианства говорили о том, что не существовало археологических находок, которые бы подтверждали наличие креста как такового. Соответственно, возможно, и распятия не было. Смотрите, ну вот да, была такая критика, и, собственно, критики говорили о том, что те частички животворящего древа Господнего, которые хранятся, например, в папской базилике Санта Кроуча и Джерузалема в Риме, например, или какие-то другие фрагменты частного животворящего креста Господня, это просто фрагменты, например, дерева, столба. Так вот, в Гевад-Хамифтаре в конце XX века была обнаружена гробница Асуарии некоего Яханана, политического узника, который был распят. Причем в силу того, что гвозди, они деформировались о древо масличного дерева, на котором он был распят, то в результате сохранилась табличка, подножка креста, и, собственно, удалось реконструировать подлинно ту страшную смерть, которую претерпел распятый богочеловек Иисус Христос. Что касается воскрешения, это центральная и основополагающая для христианской религии основа, вопрос, пересекается ли это, ну, будем все-таки говорить легенда, это не документальный факт, от сияния есть документальный факт, пересекается ли эта легенда, например, с другими религиями, ну, например, индуизм, хагавадгита? В различных мировых религиях существовали темы воскрешения или воскресения Бога, но в любом случае тот догмат о богочеловеке Иисусе, который является центральным догматом христианства, его крестная смерть и воскресение, это нечто абсолютно новое и кардинально меняющую историю всего человечества. То есть нельзя сравнивать эти мотивы? Нельзя, хотя, ну, смотрите, и в древней египетской религии мы тоже видим некую триаду, да, и мы тоже помним историю Осириса, но, тем не менее, это совершенно другие идеи воплощения, но абсолютно не то, что предлагает сегодня христианство. Да, действительно, это одна из самых до текущего момента таких прогрессивных идей, которые очень легко интегрируются в общество. На протяжении двух тысячелетий эта идея, собственно, переформатировала всю человеческую историю. По большому счету, развитие христианства началось не две тысячи лет назад, оно стартовало, скажем так, точка отчета принято считать две тысячи лет назад, но при этом христианство, ну, порядка... Ну, с религиозной точки зрения, это вообще момент сотворения мира. По большому счету, да. Все религии абсолютно объединяет, и мы сейчас видим этот же инструмент в руках, например, радикальных социальных группировок, объединяет полумрак и, самое главное, огонь. В христианской религии огонь несет сакральный смысл, он используется как инструмент очищения, как инструмент общения, и вот появление самого огня в храмах и на праздниках – это очень важный момент. Ну, вот вы немножко загнули здесь, я думаю, что вот в зарастризме, например, огонь является более сакральным символом. В христианстве огонь, ну, да, это некое символическое... В зарастризме тоже сходит в определенный день с небес? Ну, вот к вопросу о том, что огонь сходит. Ну, вы хотите оспорить это с христианами? Благодатный огонь, так называем. Смотрите, я наоборот хочу подтвердить сам факт Великой Субботы и то, что тот благодатный огонь, который преподает Иерусалимский патриарх в соответствии с статусом хво, и вместе с ним этот благодатный огонь преподает армянский епископ или архимандрит, это действительно та великая святыня, так же, как и, например, святая вода в богоявленский праздник, крещение, вот это действительно очень важно. Но, тем не менее, естественно, мы должны понимать, что все таинства христианства, они действительно в силу веры адептов, это таинство, да, и мы понимаем, что все-таки не схождение благодатного огня, а именно воскрешение Иисуса, Пасха Христова является кульминацией праздника. Если бы не верили, огонь бы не сходил? Есть разные точки зрения на этот счет. Это вопрос действительно скорее веры, нежели каких-то научных изысканий. Мы знаем, что в Великую Субботу на протяжении многих-многих столетий и даже тысячелетий есть некий праздник, который во время богослужения в конечном счете финализируется преподанием благодатного огня верующего. Мы знаем, что первый благодатный огонь по преданию сошел по молитвам Григория, просветителя Армении. Мы знаем, что это первый епископ и это первая страна, которая приняла христианство. Мы знаем, что он молился, считая недостойным себя войти в храм гроба Господнего, и именно по его молитвам он первый сошел. Мы знаем о том, что в хрониках есть упоминание о неком чудесном схождении благодатного огня. Мы знаем, что ни в одном учебнике богословия, догматики и апологетики не рассматривается схождение благодатного огня как чудо. Мы знаем, что это ни в коей мере… То есть это не чудо? Сегодня это воспринимается действительно как чудо? Смотрите, это скорее воспринимается журналистами, комментаторами. Послушайте, ну почему тут журналисты? Я человек. Подождите, вот вы человек. Я хочу верить. Смотрите, верьте. Ну, по вашей вере вам будет преподано чудо вне всякого сомнения. Но если вы, например, смотрите по телевизору трансляция праздника Богоявления, Крещения, и вы видите, как иерусалимский патриарх бросает крест в Иордан, и Иордан начинает течь вспять, да? Вы видите чудесное событие бурления воды. На самом деле течет он вспять или это просто бурлит вода, вы не знаете. Но по вашей вере вам преподается некое чудесное откровение, да? И если вы верите, вы в 20-градусный мороз или в 60-градусный прыгаете в крещенскую воду, и вы получаете некий заряд бодрости, яркости, и вы верующий человек. А если человек не верит, он не увидит, как сходит огонь? Смотрите, а если вы не верующий человек, то, ну, вот вы заболеваете воспалением легких и умираете, предположим, да, если вы в 60-градусный мороз прыгаете в эту воду. Хорошо, я лучше хорошо верить, но... Вы получаете на самом деле великую радостную святыню, к которой любой христианин относится с должным образом благоговения. Как конкретно возгорается благодатный огонь, никто не знает. Мы, например, знаем, что есть молитва у Иерусалимского Патриарха, и это не литургическая молитва Эпиклезы, когда призывается Святой Дух на святые дары, а это некое благословение того огня, который возжигается от лампады и преподается верующим. Ну, так написано в его молитвословии Иерусалимского Патриарха. Но это не делает благодатный огонь менее святым. Понимаете? Что собой символизирует благодатный огонь? Благодатный огонь символизирует тот свет, который увидели Девы Мироносицы, который увидели ученики в момент того, когда отворили громницу с Иисусом, когда они увидели сияющего в свете ангела. То есть, фактически, благодатный огонь символизирует свет воскресения Христова, и это тот радостный христианский символ, который мы радостно ждем, будучи преподанным в Великую Субботу. Многим предстоит пойти утром, и мне в том числе, утром воскресенья, пойти в храм, согласно своим пожеланиям и конфессии, и, собственно, попросить у высшей силы благословения. Я должен буду собрать определенные дары в свою корзинку и украсить это все, безусловно, свечами, перебрести свечи в храме, свеченные свечи. Как мне их зажигать? Спичкой я зажигал? Газ или дерево? Вы настолько неинтересно это все рассказали, что я бы с таким подходом вообще бы даже и не посоветовал так делать. Вы должны понимать, что вы участвуете в центральном богослужении всей христианской церкви. В светлое пасхальное богослужение звучит прекрасная проповедь Иоанна Златоустого, слово на Пасху. Будет служиться литургия Иоанна Златоустого. Будет осуществлено Великое Таинство Евхаристии. Если вы верующий христианин, то вы должны причаститься к святых тайн. Если вы причастились в Великий Четверг, то вы просто благоговейно примете антидор, и вы вместе со всеми будете молиться в этот самый-самый радостный праздник для любого христианина. Но ни в коем случае нельзя подменять христианское богослужение неким обрядоверием, ну, вроде там, колбаску и бутылочку в корзиночке. Именно это происходит в наших храмах. Смотрите, мир действительно секулярен, но если так делают те, кто подвержен обряда верию, то так, это не значит, что так должны поступать вы, как люди тонкие, духовные, и люди, которые стремитесь к своему спасению. А как должны поступать люди, которые искренне верят и хотят быть спасенными? Ну, смотрите, если они верующие Восточной Церкви, то они, как минимум, должны участвовать в коллегиальном, коллективном богослужении. Они должны участвовать в литургическом богослужении. Это как минимум. Это вы говорите про всеночную? Если человек... Ну, нет, фактически я говорю об утренне и о Божественной Литургии, которая будет ночью служиться конкретно на Пасху. Если вы не верующий человек, но отнеситесь просто с огромным уважением, что для всего восточно-христианского мира это главный праздник, и отнеситесь это как просто к большой общечеловеческой святыне. Но в любом случае, как к святыне отнеситесь. Но никто не собирается никого оскорблять, тем более, что у каждого человека все равно есть что-то, что требует веры. Вот этот важный момент и отличается у человека от других существ на этой планете. Все-таки я хочу вернуться к огню. Как правильно должен возникать огонь? Как нужно его зажигать? И принципиально ли это? Если говорить о обычном храме и обычной личной молитве, то мы понимаем, что та свеча, которую вы ставите в свечницу церковную, она символизирует некую жертву. Она позволяет вам молиться, сконцентрироваться, и фактически свеча является символом той жертвы, которую вы осуществляете церкви. И нужно в первую очередь так относиться к свече. Если вы ее зажигаете, то вы ее зажигаете от другой свечи. Если вы находитесь в храме и гробах Господнего… То, что мы часто слышим от служителей церкви. Вы знаете, это попытка, попытка увести от главного к каким-то второстепенным частностям. То есть не принципиально, конечно же. То есть как? Ну, вы знаете, опять же, на разных уровнях по-разному. Если говорить о глобальном уровне, то, наверное, лукавому крайне важно, чтобы люди зациклились на каких-то мелочах и не думали о самом главном. Ну, а уже дело каждого человека, у каждого человека есть свобода совести и свобода выбора. Если человек читает, интересуется, то он, опять же, может различить главные евангельские откровения, и он понимает, что самое-то главное для верующего человека – это творить евангелие в своей собственной жизни, поэтому тогда он концентрируется на исполнении евангелия в своей собственной жизни. А как зажигать свечки – это вопрос даже не третья степенная, а это уже там какая-то там 25-я сущность. То есть по большому счету вообще не имеет смысла, откуда возник в руке венущего огонь? Ну, великий праздник Пасхи – это совсем не важно. Я думаю, что если благодатный огонь, который будет преподан верующим в субботу, будет в том числе доставлен и к нам в Одессу, то надо его встретить, и надо радостно поднять его во время крестного хода в своем каком-то храме, понимая, что это некий символ светлого Христового воскресения. И отнестись к нему как символ, в первую очередь. Очень важный вопрос, к сожалению, очень важный вопрос, который возник в последнее время. И вот на это воскресение Христово мы, честно говоря, столкнемся впервые, наверное, вот с таким противостоянием. Это храмы, православные храмы московского и киевского патриархатов. Как следует вести себя верующим, которые, честно говоря, одни патриоты, но при этом ходили всю жизнь в другой приход? Мы с вами уже говорили на эту тему, что на самом деле вера… Повышенные миры безопасности в этом году будут. Вера, христианская вера, она априоли интернациональная. И апостол Павел говорит, не елены и неудеи, но каждый христианин. И в этой связи именно в светлое пасхальное богослужение все верующие любой конфессии должны проявить то самое лучшее, что их отличает от неверующих, а именно христианское мироощущение, христианское милосердие и хотя бы один раз в году явить ту абсолютную всепрощающую любовь, во имя которой Иисус Христос умер на своем кресте. Услышали вас. Благодарим за то, что пришли сегодня к нам. Профессор Юрий Маслов был нашим гостем. Прервемся ненадолго, после продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин